С ума посходили от баб, от зловония в обморок падают, подкаблучники презренные. Ну а зачем вы прискорбные слова говорите? Я говорю в соответствующей действительности, согласно Слову Божию, что ждет людей. А, ну, хорошо, давайте. В Библии нет никаких слов, которые вы сейчас произнесли. Я как раз говорю, при любодеи грешники все в аду будут мучиться. Это Евангелие от Матфея, 25 глава. И об этом говорит апостол, евангелист Марк, 16 глава. Говорит, верующий, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет, где плащ искрежет зубов. Учишь меня? А можно вопрос? Без матерков можете? Задавайте. Открыть, пожалуйста. Я говорю, вы можете? Объясните мне. Можете не ругаться? Да. Ну, давайте, смотрите, держите свое слово. Говорите, пожалуйста. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы проповедуете Слово Божие? Я проповедую 57 лет. Вы проповедуете Слово Божие? Да, по всем континентам, по всей Европе, в Америке, в других странах. Еще один вопрос. Пути Господни неисповедимы? Это говорится о том, что мы не знаем, что Бог сделает, покажет, куда мы наклонимся. То есть мы не можем планы Божьи, планы разгадывать, кроме того, что Бог открыл. Это написано? Это написано в апостоле Павлу в послании к римлянам. Ну, если они неисповедимы, зачем вы их исповедуете? Да не об этом речь идет-то. Мы не можем толковать сами. Там говорится о том, что Господь говорит, иди к параону, а я же истощу его сердце. Дальше говорит, двое не рождаются. Я отвечаю, вы слушайте, задали вопрос, слушайте. Вы слушайте, что я вам отвечаю. Рождаются два сына, Яков и Исаф. И Бог говорит, Якова я возлюбил и Исафа возненавидел, когда еще не родились. Вот о чем речь идет. То есть вы проповедуете Божье Слово? Мы проповедуем Христа, который умер за грехи людей и воскрес, чтобы, веруя в Него, мы имели жизнь вечную. Какой бы ты ни был грешник, пока, если он простит. Он умер за грехи людей. Хорошо. А можно еще один вопрос? Можно. Если Иисус был грешником, если Он хотел, чтобы в Него веровали и исповедовали это, ну, мне кажется, это было бы как-то по-другому. Ничего из людей. Да не надо, кажется, говорит, а святок крестись. Вы судите, кажется. Вы сначала начнете жить по-христиански. Семикратно в день становитесь на молитву. Соблюдайте посты. Пойди в храм и исповедуйся, в православную церковь. У тебя эта дурь-то вся сойдет. С ума подсходили, лежат тут. А только для одного, как жеребцы какие. Вот мусульмане здесь. А я мусульманин. Я говорю, это твоя книга. Показываю ему. Ну да. Я говорю, тут что написано? Коран. А тут прочитать не можешь. Баран. Такие же, как мы. А вас как зовут? Вам это не важно. Мы как врачи, посланные Богом, свидетельствовать. Ну, придумайте тогда. Вам разницы никакой нет. Только не ругайтесь. Прошу. Нет, никакой. Мы прошу вас обращаться к вам. Можете обращаться. Я Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнов, Алтайский край. Мне 81-й год. Этого достаточно? Игнатий Тихонович. Да. Вы читали Коран? Вы говорите, считали. У меня вышло из печати 38 томов книг, в бумажном варианте, и 7 в интернетной, и один том, посвященный Корану. Я полностью весь сур и аяты его разбираю в сравнении с Библией. Такого материала вообще нигде больше нету. И говорят, там разницы нету большой. Слушайте, я отвечаю вам. Небольшая разница с Библией. Я говорю, сколько небольшая? 5216 расхождений. Большая разница. А и Библию вы тоже читали полностью? Я не то что читаю, я и наизусть цитирую всю. Наизусть цитируете всю. А вот как вы считаете, могло такое произойти, что не было никаких посланников позже, а просто было 2-3 человека, которые написали Библию, Корану и т.д. и т.п. А вы и, допустим, кто-то еще там верит в это. Так, вы не доказываете. Вопрос задавайте. Вопросы коротко задаются. Я хочу, чтобы вы ответили. Я отвечаю вам. Если вы зайдете, вот обязательно, думаю, когда он пить начнет, это блудный огонь, и геенский пытается залить. Все, нигде больше этого нету. Я говорю, я одновременно вел занятия в пяти университетах, за 18 лет не позволил стакан воды поставить на кафедру. А вам не стыдно? Ничего, хлюпайте, сидите. Теперь смотрите. Библию не 4 человека писали. Мне не стыдно иногда поинтересоваться. Я отвечаю вам. Я вас не спрашиваю. Я отвечаю вам. Слушайте внимательно, не перебивайте. Вы говорите 4 человека. Библию писали в течение 1600 лет. Здесь 77 книг в ней. 40 человек примерно. А вы 4 человека. Писали святые Божьи человеки, будучи движимым Духом Святым, как Петр говорит. Про 4 человека не говорили. Я сказал то, что человек написал. Человеческая рука. Написано все писание Бога духовновенно. Допустим. Допустим. Да, я сказал человеческая рука. Вы говорите допустим, сомневаетесь, сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-то от Бога. Он живой. Я молюсь и получаю ответ каждый день. Пути Господни несповедимы. Ну я вам ответил. К нам это не относятся. Речь идет о событиях, которые уже прошли. И мы не знаем, что у нас будет. Это относится к Богу. А Бог решает то, что я буду делать. Вот мои пути несповедимы. Откуда вы знаете? Что я хочу сказать сейчас дальше? Знаете, человек, если ни одного дня топор в руках не держал, не жди от него, что он что-то хорошее построит. Так и вы Библию не знаете. Содержание Библии не знаете. Не знаете. Просто не знаете. Я Библию не знаю. Конечно нет. Тогда скажите, будьте добры, коротко и ясно, на мои вопросы ответьте. Отвечайте. Зачем вы бороду бреете? Что? Зачем вы бороду бреете? Убрали скоблец, скоблец. Зачем? Когда это блудодейная ересь называют портопопа вакуум. Вот и все ваше знание. Что Библия говорит про бороду? Ответьте. Попробуйте не пить. Не получится. Ну, во-первых, был. Блядь. Где я нахожусь? В комнате нахожусь? Не на улице? У вас других вопросов даже нету. А вы бы первый вопрос задали. Мы двое. С вами никогда не виделись. А чем мы можем быть полезны друг для друга? У вас вопросов нету. А как звать? А где находитесь? То есть вопросы пьяного человека. Или бабка у колодца. Вам не стыдно? Ничего в таком образе перед интернетом предстанете? Как здоровье у тебя? Давай об этом. Здоровье? Если человек живет согласно Слову Божию, Бог ему и здоровье дает. А если не верит, у него все идет в пропасть. От слов своих человек отсудится и оправдается. От избытка сердца говорят уста. Вы первое слово уже говорите сквернословие. Учили в школе, вас этому не учили. А почему? Потому что сатане предали жизнь свою, не Богу. Я вот в 81-й год, я еще ни одного матершинного слова не сказал. Мне это противно. Притом я работал нигде, это в самых трудных местах. За слово Божие прошел пять тюрем, и там не сказал ни одного плохого слова. Сотни людей обратились к Богу. Вы хотите больше узнать? Зайдите по скайпу. Игнатий Лапкин, это я. Я вам скину свои ресурсы. У нас большой видеоканал. 20 тысяч наших роликов. Как пришлось нам по всему миру проехать, даря свои книги. У меня 38 томов вышло. Для Бога. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Одна деревня на всю страну. И вы можете зайти в канал, называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Откройте, посмотрите. Хоть маленько чему-то научитесь. Это в наше время мы живем. А тебя кто научил интернет? Что? Кто интернету научил тебя? Да вы сначала наши ресурсы узнаете-то, и тогда научитесь. Я сам занимался в Вёрстке, в фотошопе. У меня 38 томов книг вышло. Ты разговариваешь, ты не знаешь с кем. Ты зайди, посмотришь. А ты представься, знаешь. Только без ругани еще раз говорю, иначе вам стыдно завтра будет. Короче, давай, дед. Мы здесь делаем то, что Господь повелел делать. Мы рассказываем о Боге. И то, что здесь люди должны делать, достойно вечного наказания. Рассказать о Христе. Что Он умер за наши грехи и воскрес. У вас плохо слышно. Плохо слышно? Плохо слышно. У вас близко к микрофону почему-то отдается эхо. Эхо отдается сильно. Эхо отдается. Ну нет, можно сказать, понятное. Мы пришли сюда, православные люди, возвестить о суде Божьем и о милости Божией. Творящие такие дела здесь, они достойны участия Содома и Гоморры. Но мы говорим, что Иисус умер и воскрес для нашего оправдания. Веруя в Него, мы имеем жизнь вечную. Так говорит нам Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. То есть, вечность сатаной будет мучиться в аду. Если у вас есть вопросы о душе, о вечности, о будущем, можете задать. Дадим вопрос, который интересует. Как вы сейчас формулировали только его поинтереснее. Так, какой вопрос-то? То есть, оно что-то идет после смерти дальше? Что именно идет дальше? Жизнь продолжается, и Библия предсказывает, как последние дни будут. Нет, осознание того, что ты умер. То есть, после того, что ты что-то умер, что-то идет там дальше? Да, идет. Там будущая загробная жизнь. И там вечная, нескончаемая. Библия об этом говорит. Праведники, верующие, а мы-то и кровью Христа. Есть рай и ад. И одни идут в рай, другие идут в ад. То есть, они идут в том же сознании, в котором сейчас живут, да? Да. Только там будет открыто то, во что ты не верил. Там открыта будет вся тайна. Почему ты оказался? Ты мог быть другим. Ты упускал тысячи возможностей покаяться. Жить для Бога, жить во свете. Почему ты жил во тьме? Почему возлюбил дьявола, а не Бога? Господь говорит, я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Избери жизнь. Зачем тебе умирать? И еще один вопрос. То есть, люди, которые верят, так сказать, в Бога, в рай, и другие, которые верят в ад, там, в Сатну, и которые не верующие. И с ними что бывает? Для того, чтобы в вас попасть, не надо никак верить. Просто живи, куда тебя плоть тянет вот это. Как люди. А мне не чуждо ничто человеческое. И что блудят, разводятся, аборты. Сквернословят. За каждое слово движения придется отвечать. Об этом Лермонтов писал на смерть поэта Пушкина. Есть божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону златой мысли, и дела он знает наперед. А какие-то либо доказательства есть тому, что существует там рай, яд? Да. Сколько людей, которые были в клинической смерти. Я вот в Барнауле живу. Тут Клавдия Устюжанина. Она умерла, она третий день воскресла. Три дня она в морге лежала. Получили уже, чтобы ее забрали. Ее препарировали студенты. И она жила, и рассказывает, что она там видела. Это можно сейчас услышать, увидеть в интернете. Устюжанина Клавдия. Я с ней два раза встречался. Это реально. Вот есть такой фильм, сбежавший из ада. Американский. И там одна корреспондентка, она просто беседовала с людьми, которые попадали в клиническую смерть. Что они видели? И она там, где-то на втором этаже идет операция. А она поднималась на седьмой этаж и на крыше выкладывала буквы. И она выложила. А больше она не подходила к этому человеку. Она тут даже не встречался. И там написано. Дикие утки, не гордитесь. Скоро вас всех перестреляют. И когда тот человек попадал в клиническую смерть, он говорит, я вдруг вижу, мое тело лежит. Вижу, врачи суетятся. Потом я поднялся, выезжу, и там написано, дикие утки не гордитесь, скоро вас всех перестреляют. Седьмой этаж, крыша. А человек там умер, он нигде больше не был. Откуда он это знает? Это означает, душа у него вылетела и видела все это. И таких примеров две тысячи. А сегодня уже, может, десять тысяч. Притом все видят. Какая-то как труба динамичная. Куда-то человек летит, потом вдруг останавливается. И дальше что он видит? Есть разница. Верующие видят Христа, а неверующие, а не неверующие видят просто светлое, как бы, что-то такое. И оттуда голос идет разговаривать с ними. А ринкарнация – это вымысел или существующая? Ринкарнация. Да, это в интернете все есть. Называется «Сбежавшие из ада». Ну, а что такое так? Ну, это ринкарнация – это, то есть, как бы, оно имеет место быть, а существующие факты? Ну, это фильм американский. Нет, ну, по сути, само слово, происхождение слова – ринкарнация. То есть, ну, то есть, такая жизнь, грубо говоря, после смерти на этой же земле, то есть, это… Ну, неверия-то еще не меняет. Написано «Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную». Неверующий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Тут все, веришь или не веришь, тебя никто не заставляет. Ты сам пробудись. Люди отчего говорят «Бога нет?» А чтоб ни за чего не отвечать. Блудил, убивал, и ничего ни за чего не отвечать. А верующие знают, за все ответ надо держать. И поэтому, как Надежда Крупская, жена Ленина, говорила, религия – узда для масс, узда. Что-то зависло? Нету. Рёза Глава 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 Продолжение следует...